всем здравствуйте сегодня у нас короткое видео на тему как часто нужно отходить от рисунка все мы наверное слышали что от рисунка нужно отходить как можно чаще желательно раз в несколько минут но по сути мы очень часто как бы не выполняем это пожелание эту рекомендацию почему мы это не делаем потому что мы увлекаемся работой и кроме того нам иногда кажется что совершенно незачем совершенно незачем отходить если и так понятно что делать вот ну потому что а что вот я сейчас отойду и констатирую что вот именно вот это и надо было делать лучше я сначала вот это сделаю все что понятно да и потом уже я отойду и посмотрю что делать мне дальше вот но здесь есть некая одна такая ловушка не учитывание одной очень важной вещи а вещь это такая что наше понимание издалека может отличаться то есть мы отходим не только потому что нам это рекомендовал преподаватель да хотя по идее одного этого могло быть уже достаточно что прислушиваться к его словам и отходить мы отходим не только потому что это формирование полезной привычки то есть если мы часто отходим то мы постепенно привыкаем это делать и со временем мы это будем делать может быть уже в чем-то и в хорошем смысле слова на автомате но и вопрос именно видение приоритетов то есть на самом деле видение приоритетов вблизи и видение приоритетов вдали оно отличается поэтому здесь вопрос не в том что мы сидя за мольбертом как бы вот ну некоторые люди вот не знают что делать поэтому они отходят а я сидя за мольбертом я же понимаю что делать ну что ж я глупый что ли вот надо вот это красить вот это красить ну значит чего мне отходить да но проблема в том что я могу вблизи находиться в иллюзиях как правило я в этих иллюзиях нахожусь с чем это связано это связано с тем что человеку существует определенный угол зрения и не переводя взгляда на самом деле мы видим очень небольшую область то есть реально вот на высоте на на расстоянии допустим вытянутой руки на расстоянии вытянутой руки я не переводя взгляда в состоянии увидеть наверное ну вот такой кусок может быть больше да то есть ну порядка там не знаю двух порядка полутора двух ладоней по высоте ну может быть если хорошо руки вытянуть то две-три ладони то есть по сути я более менее способен видеть рисунок если он ну такого стандартного размера на а3 или на а2 я способен увидеть тогда когда я нахожу действительно на расстоянии вытянутой руки если на а2 туда же дальше но ситуация такая что мы еще и на этом расстоянии не очень рисуем вот эта привычка рисовать на расстоянии действительно вытянутой руки она обычно для людей у людей формируется спустя ну лет десять наверное занятий рисунком у кого-то быстрее но просто это в том случае если очень много осознанности и получается так что мы все равно так или иначе стремимся руку согнуть потому что нам нас иногда прикают преподаватели там гнии вне внимательности вне тщательности неаккуратности мы хотим чтобы был красивый штрих мы ищем опору в мольберте и поэтому мы руку сгибаем и по этой причине но большей частью мы находимся в положении в котором наше восприятие оно искажено и даже если мы на расстоянии вытянутой руки там более-менее вот хорошо вытянутый находимся постоянно и более-менее какой-то рисунок наверное вот такой состоянии узреть может быть больше но еще существует такая проблема как очень быстрое привыкание очень быстрое привыкание кроме того в поле нашего зрения в поле нашего зрения если попадает только рисунок то нас тоже критерии немножко размыты вот а когда мы отходим то в поле нашего зрения причем ну практически не переводя взгляда если переводя то недалеко попадает помимо рисунка еще окружающая среда иногда какие-то другие рисунки если находятся рядом образцы то есть мы наше восприятие оно более объективно почему более объективно потому что она наш рисунок начинает оценивать относительно еще окружающей среды вообще все все какой-то системы пятен линий разной контрастности вот по отношению к ним по отношению к ним то есть какой-то вот окружающей нас реальности мы оцениваем наш рисунок не только по отношению к натуре что надо люди говорят я не могу отойти по чтобы не менялся ракурс но задачи такой не стоит хотя на самом деле можно отойти по направлению взгляда если очень постараться чаще всего можно вот но задача такой не стоит задача стоит чтобы мы в принципе вот на окружающее пространство посмотрели и в нем наш рисунок это все равно что посмотреть на себя со стороны вот мы находимся в какой-то ситуации кто-то нам не нравится кто-то нам что-то сказал кто-то обидел нас и несправедливо поступил и мы начинаем наводить справедливость реагировать как-то иногда бурно но стоит отдалиться от этой ситуации либо физически просто отойти на расстояние да либо воображение своем представить ситуацию эту со стороны либо хронологически то есть то что проходит несколько минут иногда несколько часов и мы совершенно по-другому воспринимаем если посмотреть через призму многих лет то вообще становится это не важно так вот то же самое происходит с рисунком то есть когда мы не видим вот окружение вокруг рисунка видим только наш рисунок наше восприятие искажено мы ищем какие-то соотношения только внутри него мы не привязываем его к окружающей нас действительности а когда мы отходим на расстояние причем как можно дальше то мы видим наш рисунок по отношению к окружающей нас действительности в которой тоже существуют какие-то светотеневые соотношения, какие-то соотношения контрастности или наоборот нюансности. И мы смотрим, как по отношению к реальной жизни вот этот лист с карандашом или этот холст, этот картон с маслом вообще работает. Мы когда вблизи сидим, нам кажется, что он работает так, так и так. Обычно, когда отходим, выясняется, что все оттенки куда-то теряются, все становится тусклым. По тону все становится тоже каким-то невыразительным, и самое удивительное, что натура остается такой же звучной, яркой, красивой, интересной, как и была, когда мы смотрели со своего места, со своего стула. Также она продолжает работать издалека. Наш рисунок, наша живопись превращается в нечто маловразумительное. И мы понимаем, что для того, чтобы она работала издалека, нужно вот эти отношения усилить, эти вообще не так делать, это что-то потемнить, где-то сделать сильнее, какие-то детали не заметить, потому что они на самом деле не такие яркие. И вот все эти осознания, они приходят издалека, поэтому можно предложить вот такое простое упражнение, что если вы думаете, что вам сейчас не надо отходить, то сказать себе, ну хорошо, да, пожалуй, действительно, отходить не обязательно, но я сейчас буквально на секунду, на секунду я отойду, на две секунды, просто чтобы убедиться, что то, что я сейчас делаю в моей работе, именно это и надо делать, что я не ерундой сейчас занимаюсь, а именно это надо делать, то, что я сейчас делаю, приоритет. Но, как правило, когда мы так делаем, то мы выясняем, что не факт, что именно это надо было делать, и не факт, что это надо было делать так, как мы делали, то есть той контрастности, той тональности. Если позволяет возможность, если мы отошли, допустим, не очень понимаем, что происходит, про что вообще у нас, потому что некоторые люди, например, они отход воспринимают как? Встать со стула и встать за его спинкой, то есть отойти на 50-70 сантиметров и дальше стоять и удивляться, почему же я отошел и ничего не изменилось, да? То нужно отходить подальше, надо отходить так далеко, как позволяет помещение. Если ему позволяет на несколько метров и больше отойти, воспользоваться этим, потому что тем больше мы увидим окружающую реальность, и тем больше мы увидим, как на самом деле работает наш рисунок. Может быть, какие-то вещи, которые нас беспокоили, они вообще будут не важны. А вот то, о чем мы совсем не думали, оно будет важно. В плане контрастности, в плане яркости. Вот такое упражнение, да, можно себе предложить. И делать это желательно каждые несколько минут, опять же. Опять же, тем же самым аргументом, что вот да, тебе кажется, что отходить еще не надо, надо сначала это сделать. Давай мы сейчас отойдем на несколько минут, на несколько секунд буквально, вот скотчем, отойдем. Убедимся, что именно то, что ты сейчас делаешь, делать надо, и отходить можно было не отходить, да. Ну и продолжим заниматься тем же самым. Спасибо вам за внимание. Возможно, кому-то этот совет окажется интересным или полезным. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.